Расследование убийства молодого предпринимателя Андрея Поливанова заходит в тупик. Сотрудникам правоохранительных органов никак не удается определить мотив преступления. Единственной подозреваемой в деле становится жена погибшего, Альбина. Но неожиданно для всех маленькая дочь Поливановых заявляет, она видела, кто убил папу, и знает его. На прогулке в парке семилетняя девочка рассказала бабушке. Папу убили друзья мамы. Она ничего не сказала милиционерам, потому что боялась маму. Евдокия Поливанова записала все сказанное на мобильный телефон. Мама пришла домой с двумя дядями. Они говорили, где деньги. Я спряталась в шкафу и смотрела в дырочку. И видела, как они били папу. Мама кричала, бейте его, бейте. Папа кричал, не надо, пожалуйста, не надо. Они били папу до тех пор, пока он не показал, где лежат деньги. А потом они убили папу. Бабушка была шокирована рассказом внучки. Женщина добилась встречи с прокурором города и предъявила ему эту запись. Вскоре выяснилось, у Андрея Поливанова в квартире действительно был тайник. В нем хранилось 200 тысяч долларов. После убийства деньги пропали. И у нас появился четкий мотив и все основания. Подозревать супругу Поливанова в этом убийстве и ее любовник. Через несколько дней похищенная сумма была обнаружена у Сурена Дона. Его и заказчица убийства Альбину задержали. На допросах вдова Поливанова сразу призналась. Она никогда не любила Андрея. Единственное, что привлекало ее в браке с этим человеком, деньги. А когда она встретила Сурена, которого полюбила по-настоящему, поняла, от Андрея пора избавиться, но так, чтобы его деньги остались с ней. Признание мужа о сбережении для семьи стало для него смертельным приговором. Женщину не спутило даже то, что кровавая расправа над супругом происходила на глазах маленькой дочери. Заветная сумма и свобода казались Альбине важнее собственного ребенка, но вместо этого она получила 15 лет колонии. Субтитры создавал DimaTorzok